Здравствуйте! Добро пожаловать на последнюю шестую неделю курса по C++. На этой неделе мы поговорим про шаблоны. Давайте для начала разберемся, зачем шаблоны нужны. На одной из предыдущих недель мы обсуждали, как написать класс для хранения динамического массива. Давайте посмотрим на код такого класса. Предположим, что нам нужно хранить массив значений типа int. Тогда мы определим класс, назовем его arrayInt. У этого класса будет два поля, указательный динамический массив и размер этого динамического массива. Мы определим конструктор от размера. Объявим этот конструктор как explicit, чтобы не было неявных преобразований. Внутри этого конструктора, точнее списка инициализации, мы выделим динамический массив. Мы сохраним размер этого массива. Нам потребуется определить деструктор. Мы объявим метод size, который будет возвращать размер массива. Определим константный оператор квадратной скобки, который будет возвращать элемент по значению. Определим не константный оператор, квадратные скобки, который будет возвращать элемент по ссылке. Нам также потребуется определить несколько дополнительных методов. Это конструктор копирования, оператор присваивания, вероятно, метод resize и что-нибудь еще. Теперь посмотрим, что придется сделать, если в этой же программе нам потребуется класс для хранения массива другого типа. То есть, например, для хранения массива вещественных значений. Тогда мы определим класс, который будет очень похож на класс arrayint. Ну, давайте предположим, что такой класс будет называться array float и он будет хранить элементы типа float. У этого класса также будет два поля. Это указатель на динамический массив и его размер. Также мы объявим конструктор, деструктор, method size, константный и неконстантный оператор квадратной скобки. Также нам потребуется определить конструктор копирования, оператор присваивания, метод resize и прочее. Если посмотреть на код двух этих классов, то можно заметить, что код почти совпадает. Давайте я подчеркну различия. Различие, кроме имени, состоит в типах, которые здесь используются. Здесь используется тип int, здесь используется тип float. Здесь тип int, здесь тип float. Здесь ссылка на int, здесь ссылка на float. Здесь указатель на int, здесь указатель на float. То есть, если мы захотим, имея уже класс arrayint, создать класс array float, то нам потребуется буквально скопировать код arrayint, заменить все упоминание типа int на упоминание типа float, и таким образом мы получим код нового класса. Кажется, что это не очень правильно, потому что мы фактически дублируем код. Более того, мы таким образом можем растиражировать некоторые ошибки. Если у нас в реализации методов класса arrayint были какие-то ошибки, то при копировании эти ошибки скопируются и на array float. Ну, понятно, что такая схема она порочная. Давайте разберемся, как можно избежать такого дублирования кода.